итак для того чтобы его построить мы должны нарисовать человека в виде трех шариков и так первый шарик в голове дорисуем второй шарик это туловище и здесь два котла один в груди и другой в животе ставим маленькие палочки сверху а так на этом шарике и пишем на них мантры гуан чу джи 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 гуан чу джи джи теперь каждую из этих палочек соединяем палочками которые делают из них восьмиугольник и здесь пишем следующие манты чин в шин тон шин шин гуан чу джи джи чин вошин тон здесь в этом шарике пишем ки ю джи 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 д Чи Ван Бянь. Чи Ван Бянь. Чи Ван Бянь. Чи Ван Бянь. и один из этих людей был по праву наверно тем человеком который был патриархом цигуна почему оказывается именно силю fed который эти методы давал этот человек обладал невероятной физической силой невероятной физической мощностью будучи там ростом метр пятьдесят два там или метр пятьдесят пять он сдвигал на стадионе вагоны зубами а также там гнул металлические пруты и так далее и так далее почему особенность знания правильной работы ци энергии представляете есть такие фотографии когда его фотографировали то он если не хотел то на фотографии не проявлялся почему вместо него проявлялся такой сияющий белый столб представлять гуан чу джи джи я чен во шин тон шин тон я вам сейчас расскажу в нашем животе там где у нас находится тонкий кишечник находится шарик сублимации который втягивает энергию согласны с этим этот шарик втягивает энергию а тот большой шарик бублик огненный он эту энергию переваривает и выводит или заставляет потенциал реализовываться то есть мы втягиваем а потом эта энергия реализовывается в этом особенность смерти человека в тот момент когда мы берем то мы берем немножко меньше всегда чем отдаем не так не так я вас обманул мы отдаем немножко больше чем мы берем то есть смотрите у нас чакры выглядят так вот сюда входит энергия сзади выходит сзади входит спереди выходит сюда входит сзади выходит если посмотреть количество отдающих и количество принимающих чакр то получится так первая третья пятая седьмая они отдают а и если сзади то тогда сзади еще две дополнительно отдают и получается что 7 у нас отдают а 5 у нас всего лишь принимают таким образом именно это и обуславливает человеческую жизнь в которой он умирает так как часть его чакр более отдают сильнее чем часть чакр которые принимают поняли поэтому человек и израсходовать свою энергию на протяжении своей жизни понятно так как часть можно ли это каким-то образом предотвратить не только нельзя это еще и очень опасно если человек начинает каким-то образом работать или играться с чакрами которые отдают и считает что он эти чакры будет закрывать то у него происходит полная моральная дестабилизация и он очень сильно начинает плохо себя чувствовать потому что перед накопление энергии тоже разрушает человека и недостаток тоже разрушает человека в этом случае это приводит том что к тому что у него происходит элемент полной реализации он и реализовывается эта реализация она еще и связана с удовлетворением целиком своей полной реализации то есть там и музыкантом стал и композитором там и бизнеса умудрился сделать и реализовал себя как отец и мать и там реализовал себя там как конструктор флажков каких-то и чувственно реализовался то есть человек реализует себя во всех абсолютно ипостасях и наспался и натрудился и налюбился и надышался и так далее так далее поняли все в одном получается целиком полная человеческая реализация поэтому они придумали что стоит чакре которая отдает больше можно поставить некоторые перекладины как бы перекладины гармонизирующие отдачу поняли перекладины гармонизирующие отдачу и эти перекладины ставятся определенным образом они заставляют немножечко немножечко энергии удерживать со и как бы вы не представляли данную энергию дан вот та энергия которая находится у нас в первом котле в дон тяне эта энергия похожа на энергию бесконтрольную и животную именно поэтому там ее больше чем где-то в нашем теле но а особенно у тех больше у кого она еще и превалирует то есть они настроены на то чтобы она у них была как можно в большом количестве естественно подумайте сами если есть реактор то этого реактора может быть оболочка да а рядом с реактором оболочка может портиться может а может ли физическая оболочка удерживать энергетическую энергию не очень часто а практически очень часто именно энергетика тонкого кишечника энергетика котла дан тянь именно она и разрушает двенадцатиперстный кишечник сигмовидную кишку именно она разрушает мочевой пузырь и из-за того что это разрушается она разрушается потому что там нет оболочки электрической или энергетической они придумали каким образом можно сделать так чтобы удерживать по принципу энергетической оболочки этот котел чтобы он не израсходовал энергию чтобы энергия не сжигала верхние части обмоток этого реактора ну и так далее придумали они это при помощи определенных запечатающих слогов если переводить эти слога то они буквально могут звучать так там дворец там город понимаете и они особого значения не имеют и они связаны с определенными слогами которые каким-то образом обозначают направление или там ну какой-то вот процесс накопления энергии поняли как бы засовы это засовы которые будут удерживать ваш котел от того чтобы он расходовал сильнее чем он умудряется набирать почему даосы считали что в случае если человек расходуется энергию то он после этого жить не может они считали что израсходованная ци энергия это плохо силюф отчитал что израсходованная ци энергия она будет естественно израсходоваться но можно сделать так чтобы ее набирать или накапливать себе больше того ресурса который есть в обыкновенном человеке так они говорили следующие слова они говорили если в обыкновенном человеке существует только определенная оболочка которую можно налить и это энергетическая оболочка почему бы нам не создать при помощи психических образов более объемную оболочку чтобы там свободно циркулировала и накапливалась данной энергии согласны где-то с этим да что-нибудь поняли что я сказал да и так как же это все выполняется практика начинается с того что мы ложим на животик левую ручку а поверх ложим правую прямо так чтобы под ладошкой находился пупок да и мы сюда вы пишете и так как же выполнять данную практику пишем да и пищем пищите пищите зитомир пищем все равно то ты шо ты фонишь итак в тот момент когда человек ставит вот так ладони на себя он должен представить будто ложит или устанавливает полосочки прямо как линеечки прикладывает середине своего животика здесь не нужно даже представлять а нужно почувствовать в момент того когда вы произносите гуан представляете будто сверху полосочка там появилась вот я держу жив на животе ручку я представляю будто в середине моего животика находится котел раз это котел то какой он должен быть тепленький наверное да я представляю будто этот котел тепленький сверху на него кладут фольгу представляю первая фольга гуан вторая фольга она точно такая же прямая это чу помните рисовал сначала рисовал те которые складываются вот так гуан после этого чу джи джи да и при этом произношу можно ли это делать без рук можно я сижу и представляю будто в середине я вижу середине своего живота я вижу футбольный мячик и на него кладу сверху кусочки фольги как бы строю сверху на нем домик такое говорю гуан чу джи джи и теперь немножко приподнимаю эти элементы фольги очень правильно представлять будто вы строите это из фольги но только представлять нужно что фольга не белого цвета а желтого поняли да вот и стесы смотрите гуан вот смотрите гуан после этого чу джи и после этого также и и потом я чуть-чуть приподнимаю и здесь ставлю вот так видите вот так она у меня лежит я ставлю вот так чем дорису и восьмигранник совершенно верно гуан чу джи джи я чен вошингтон когда я это нарисовал я представляю будто в середине вижу яркое белое солнышко по круга по краям яркого белого солнышка где фольга желтое солнышко то есть такое солнышко в середине светленькая вообще ничего не представляете тот момент не представлять в тот момент когда вы сделали это отвлекитесь то сейчас начнет с этим представлением мы представляем потом себе и так поставили фольгу гуан чу джи джи я чен вошингтон отвлеклись после этого когда вы это сделали нужно ручки же не убираем да но делаем так делаем вдох делаем выдох и после этого очень мягко один два или три раза ударяем себя в центр нашего животика раз два три как бы запустили на животик раз два три гуан чу джи джи я смотрите будет ли получаться практика если я не буду ничего представлять да здесь достаточно произнести вот эти волшебные слова гуан чу джи джи я чен вошингтон правой рукой да смотрите я говорил в начале сложим правую поверх левую помнить левую поверх левую поверх правую говорю гуан чу джи джи я чен вошингтон но хлопаю правой гуан чу джи джи я чен вошингтон постучали котел активировали после этого вновь ставим сюда же на этот котел руки и произносим гуан чу джи джи я чен вошингтон еще раз итак первое гуан чу джи джи я чен вошингтон похлопали после этого еще раз гуан чу джи джи я чен вошингтон и руку не убираем а вот так поднимаем и вот так вот груди и здесь выдыхаем поняли не имеет значения особого вы наверное заметите как вам легче будет гуан чу джи джи я чен вошингтон и после этого сделали вдох подняли вот сюда и выпустили воздух и после этого здесь произносите мантру фиксация этого котла я ее написал ки-ю джин гуан ки-ю джи 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 ман и три раза похлопали поняли да делаю еще раз вот всю практику я вам сейчас покажу как делать смотрите сколько она займет времени гуанчу джи джи чин вашингтон гуанчу джи джи чин вашингтон ки ю джин гонки ю джин гонки ю джин гон снова ставлю сюда гуанчу джи джи чин вашингтон и делаю вдох и делаю медленно 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 поднимая поднимаю ложу на голову руки и говорю шучий ван бянь шучий ван бянь шучий ван бянь шучий ван бянь и мягко ударяя по лбу сегодня на набрызгал себя маслом ванили целый день сижу так вкусного даже не представляете так приятно вообще но так так успокаивает счастья большим пряником прямо так вкусно пахнет такая особенная какая-то греческая ваниль и так делается это так после того когда вы произносите мантру вот для первого нижнего котла мантра фиксации это гуанчу джи джи чен вашингтон она и мантра фиксации она и мантра построения но если вы внизу построили и вот этот механизм перенесли сюда то если вы руки уберете то он упадет вниз и поэтому существует мантра фиксации для этого котла это мантра чен вашингтон поняли и после этого человек произнес чен вашингтон чен вашингтон похлопал нежно активировал этот котел после этого вновь произнес гуанчу джи джи чен вашингтон и после этого поднял до головы и произнес мантру которая будет фиксировать его или нахождение этого котла в голове и произносит шучий ван бянь шучий ван бянь шучий ван бянь и после этого мягко мягко себя вот так по лобику ударяет несколько раз у него все три котла мгновенно ставятся в середине его физического тела